Здравствуйте, я Даша. Здравствуйте, Эльвия. Мы наконец-то прочитали обе двое. А, да, это совместно прочитано. 2015 год сейчас. Ктябрь прошел. Скоро Новый год, бла-бла. Мы наконец-то прочитали Кунина книгу «Другой путь». Столько восторгов ты выразила по поводу когда ее получили. Да, книга не обманула совершенно наших ожиданий. Она чередуется. Чередуется. То есть это записки из клетчатой тетради и фотоальпомы. Записки из клетчатой тетради это размышления о любви. Почему такие глобальные, серьезные? И фотоальпомы это, собственно, отрывки из... Не отрывки, а... Перерыв на художественную часть. Эпизоды рассказываются, повествования определенные, которые иллюстрируют в свою очередь то, что было перед этим написано в разделе «Тричные тетради». Так, поддерживайте теорию. Я сначала думала, что Кунин свихнулся. Да, и донимало мне это. Да, да, да. Я еще думала, как корректор допустили эту книгу к изданию, когда писатель явно сошел с ума. Потому что я сначала думала, что он от своего имени пишет размышления. И такой хоба пишет... Я, мол, это... Про блокаду пишет, про то, что потом вернулся в Ленинград. Я такая, сижу, думаю, так позвольте. Блокада была в 40-х, а писатель родился в 51-54-м. Как он вообще мог что-то... Потом пишет, значит... Начало века. Мне отец рассказывает, когда он был гимназистом, Александр Второй. Тут у меня вообще глаза на лоб полезли. Думаю, какой гимназист, какой Александр Второй. Позвольте, это же... В 19-м веке. Да, и как бы, что происходит вообще, что творится. Пишет, я как медработник, имею доступ туда. Я опять за голову хватаюсь. Здрасте, он же... Жирфак закончил. Я говорю, что он там... Азии и Африки. Да, он... Ленинград, переводчик, что-то... Хай медицин... Что-то не знаю, может быть. Не. И только к концу книги меня осенило, что он писал философскую часть, ну, которая исключится тетради, от имени главного героя своего повествования. Врача. Даша дурак. Да, и действие там происходит в 20-х годах. Понятно, что он... Да, 24-й, 25-й... 26-й, да. А, 26-й. Так оно. Ну, что ты... Ну, что я... Я, конечно, в восторге, потому что... Надо сказать, что этот другой путь, это, так сказать, иной путь от аристономии. Это его, так сказать, тоже изыскание огромное, но, видимо, непролазное такие. Аристономия... Аристономия... Это книга очень серьезная, очень сложная. Те, кто еще не знаком с такой, я не рекомендую начинать с нее. Я рекомендую начинать с «Золотой колесницы», с «Белакей». Амазная колесница. Книга очень серьезная, и человек, который только-только знакомится с Акуниным через его произведение, почитав и встану, и может испугаться и избежать. Ну, он славится, на самом деле. Он не просто писатель. Ну, как обычно писатели, да, художественной литературой только занимается. У него чисто философского плана, либо там еще какие-то моменты. Ну, вспомни, писательный самоубийство, тоже громадное исследование. А кладбища, тоже невероятно... Шикарная книга, почитайте. Вот, все эти выкладки. Ну, это, конечно, сродни аристономии, но попроще как бы, да и предмет нам как-то ближе. Это любые... Причем... Сам писатель пишет, что женщины понимают в этом больше. Да, и в этом он прав. Мужик сказал, значит, так оно и есть. Причем какой мужик? Извини, я тебя перебью. Хочу добавить, что те, кто любят Фондорина, Акуни так и не смогут от него отойти. Вы его оставите здесь, только по другим именям. Не совсем так. И в другой эпохе, потому что, ну, так же он не смог не коснуться и ситуации с Японией. Также этот человек, прекрасный специалист в своей узкоспециальности, спросит за стафтологию, такой же склонный к инженерии, умный, проницательный, любящий рассуждать, тактичный, образованный, как-то этикет, в общем, ничего, что этикету, ежели вы, то есть, ура! Оно так, конечно, поэтому предмет исследования, причем достаточно такой глобальный, надо сказать, он изучил все источники, начиная еще с древнейших времен, философов, еще ранее, Плутона, Ристофана, Аристотеля, и дальнейший, и, значит, он просто раскладывает все источники, и художественной литературы тоже, где писатели высказываются на этот предмет. Он рассуждает как инициалами НЛ, настоящая любовь. А еще есть ННЛ, настоящая, настоящая, что бывает крайне. Я тоже согласна. И пост «любовь» с маленькой буквы. Да. И я тоже как бы согласна, что любовь, это такой же талант, который дается, так сказать, далеко не всем, и бывает редко, и его путают со страстью, с чувственностью и прочие дела. Все это он так раскладывает, все на составляющие 1, 2, 3, 4, 5. Все по поводу структуры четкая. Что это? Конечно, дело неблагодарное, потому что лично я, те, кто, например, не все дано нам познать в ощущениях, вот именно путем этих чувств нам данных природы, зрения, слух, обоняния, вкусы и т.д. и т.п. Невозможно описать именно чувства, которыми владеют эти чувства человеком, потому что как описать счастье, ну как вот, как вот словами, какими они, ну не сказки сказать, не первым может сказать. А за нас. Да. А в ту сторону уже. Ну и орущает. То же самое и любовь. Вот он раскладывает, что такое настоящая любовь, и, значит, составляющая, и как вот разграничить все это дело с остальными, непохожими, когда человек принимает иные чувства за любовь. В общем-то, это, конечно, каждый в той или иной мере пытался высказаться и поэты, и писатели, и философы. Что такое любовь? Ну не знаю. Мне кажется, что как-то это не дано. Вот чувствую я, и все тут. А мне есть формула, которую я придерживаю, что такое любовь, это любовь равно уважение плюс страсть плюс дружба. Уважение есть в лечении умом, дружба в лечении душой, страсть в лечении телом. И когда все это вместе сходится, получается любовь. Согласитесь, невозможно любить человека, которого позираешь. Ну, это да, конечно. Ну, в общем-то, это, видимо, не от нас зависит. Тут ни логики, ни разума не подвластны. Да, да, да. Это вот, как говорят, и да, умная. Ну, она и осмысленна, это уже любовь с маленькой. Ну, да. Хочешь ты это, не хочешь, она поражает, и все тут. И дальше развивается. Только что там уже дальнейшее, то есть воспитание любви, почему Акуния тоже много внимания уделяет, почему заканчивается плачевно брак, их оказалось бы основанно на бюлии и так далее. То есть, и надо лелеять, холить, ростить, как нежный-нежный росток. И постоянно, так сказать, чувствуя своего партнера быть дипломатом, гибким таким, не подчиняться, конечно, он говорит, ни в коем случае не должна приноситься жертва, предпочинение своему беду. Это должно быть своемодополнение. Безусловно. То есть, ты даешь, тебе дают. Обмен энергии. Да. Ну, и только ей. А без ответа несчастный, он, конечно, здесь не рассматривается, само собой понятно. Ну, очень, конечно, интересную тему избрал просто у меня шарный пол, когда я начала читать. Вот это да. Вот это... Не, ну, я тебя предупреждала, что это будет размышлизм, а любви. Ну, так оно, конечно. Ты говорила, размышлизм, как бы любовь не упоминала. А здесь вот именно о высокой, высочайшей, настоящей, настоящей, настоящей. И очень интересно. Вот еще, что я скажу. Да и иллюстрация написана тоже достаточно интересно. Ну, имеется в виду художественная, то есть, как иллюстрация, казалось бы, на бытовом уровне. У меня одно место там вообще пришибло. Ну, вы будете читать, вы поймете, о чем я сейчас говорю. А, как бы, ну, о том, что происходило с ее подругой. У меня просто глаза были вот такие. То есть, я так не удивлялась со тех времен, когда читала Сложеницына. Это да. И вот эпоха чувствуется, ну, как всегда он излагает, то есть, вот эти художественные иллюстрации, эти 20-е годы. Вот просто поражаешься, как быстро, так сказать, народ это переначивается, можно сказать. Хлесь, вот возьми, вот героиню. С 17-го года прошло то 10 лет всего, да? А ты посмотри, какая психология, какие это... Просто... отошла, ох! Ну, какая бы ни была, по историческим меркам, чтобы изменить человека, нужно ни одно поколение, ни одно. А здесь буквально в течение нескольких лет... Я еще, кстати, хочу подметить, вот почему я всегда возмущалась, ой, возмущалась, наоборот, почему я всегда восхищалась Акуниным. Вот просто вот море восхищений по тому поводу, что он растет от книги от книги. Каждый раз его уровень выше просто. Каждый раз исключение на нее было только однажды «Планета вода». Тогда он выше не поднялся своего уровня. То есть оставался на... там, где оставался. Это было единственное исключение. А так, каждая его книга это новый порошок вверх, развивается он просто потрясающе. Ну, и многогранность, конечно. Возьми того же Фондорина, так сказать, героя его серии этих романов. Событие развивается, так сказать, в нескольких странах, причем все это исторически привязано, то есть отражено буквально из человеческой точки зрения, из политической, ну, с какого угодно, можно сказать. И вот я просто продолжаю эти многогранности таланта Акунина, который вот как бы раскрылся уже в зрелые годы. представь, он не стал бы писать, какая потеря для... Увы. Ну, к счастью, есть. Ура! Почему мы рады? Ну, что ты еще скажешь? Пожалуй, это была единственная книга, которую мы прочитали совместно. На этом мы заканчиваем наше видео. До скорого встречи! До свидания!